7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Этот праздник призывает людей к ответственному отношению к своему здоровью и образу жизни. Ведь от этого зависит, насколько долго и качественно будет жить человек. Как часто стоит проверяться и на какие аспекты стоит обратить пристальное внимание, чтобы прожить долгую и счастливую жизнь, мы узнали у врачей. Сегодня существует множество факторов, которые влияют на здоровье и прогнозы по лечению сотен заболеваний. Современная медицина, конечно, сильно продвинулась в борьбе не только с грозными и сложными, но еще и недавно неизлечимыми болезнями. Однако по-прежнему непреложными остаются два постулата. Заболевание легче предупредить, чем излечить. И если недуг все же настиг пациента, то чем раньше его диагностировать, тем успешнее будет лечение. Сегодня нередко удается выявить заболевание даже без симптомов. А значит, подарить пациенту шанс на полное излечение и возможность избежать серьезных последствий для организма, уменьшить риск сопутствующих заболеваний и перехода недугов в хроническую стадию. Важнейшее значение в этом принадлежит диспансеризация. Сегодня на государственном уровне поставлена задача охватить ее максимальное число россиян, сделать этот осмотр регулярным и качественным. Флагман регионального здравоохранения – областная клиническая больница традиционно на передовых рубежах в борьбе за здоровье тверичан. Ведь многие стремятся пройти полноценное обследование именно здесь. Это стало доступно, и областная больница тоже подключилась к диспансеризации, для того, чтобы выявить заболевание в ранней степени. С помощью определенных анализов, осмотров, обследований, которые проработаны системой здравоохранения, выявляют вот эти ранние симптомы заболевания, которые позволяют не развиться заболевание уже в более грозные осложнения какое-то. В Тверской областной клинической больнице сильная диагностическая база, высококлассное оборудование и, конечно, лучшие специалисты, которые владеют различными методами исследований, в том числе которые проводятся исключительно в стенах ОКБ. Врачи широко используют эндоскопические методы диагностики. С помощью специального оборудования можно обнаружить заболевание на ранней стадии, даже при отсутствии клинических симптомов и показаний. При этом после достижения 40-летнего возраста врачи рекомендуют всем провести гастро- и колоноскопию. Эндоскопы, которые позволяют выполнять исследования экспертного класса, выявлять ранние стадии заболевания, большое внимание уделяется развитию колоректального рака. Если человек чувствует симптомы, связанные с толстым кишечником, то тут довольно часто выявляется то, что необходимо убирать. И это делается или эндоскопически, если это негрозные полипы, либо уже лечится хирургическим путём. Важное место в проведении исследований занимает компьютерная томография и МРТ-исследования. Всего в рентгеновском отделении ОКБ за 2023 год было проведено порядка 21 тысячи обследований. Например, процедура МРТ подразумевает исследование человека в высоком магнитном поле. Это абсолютно безопасно и при этом очень эффективно. Исследование считается высокотехнологичным и назначается тогда, когда необходимо ответить на сложный, часто жизненно важный диагностический вопрос. К большому сожалению, в последнее время увеличилось число онкологических заболеваний. И здесь наше исследование является очень большим подспорьем, потому что мы выявляем и метастатическое поражение, и локализацию первичной опухоли, взаимоотношение её с другими, скажем так, соседними органами. То есть мы даём развернутый диагностический ответ клиницистам. Исследуем головной мозг и позвоночник, и суставов, и брюшной полости, и малого таза, и сосудистой системы. То есть всё, что необходимо. Также во многих направлениях медицины используется ультразвуковая диагностика. Она относится к стандартным скрининговым методам для обнаружения различных патологий у пациентов, которые и вовсе не имеют жалоб. В стенах ОКБ за год было проведено более 56 тысяч УЗИ-исследований. Подводя итог, стоит ещё раз отметить, что несмотря на высокий уровень развития медицины и высочайший профессионализм врачей, огромная, а нередко и решающая роль в сохранении здоровья пациента принадлежит ему самому. Ведь, как справедливо утверждал Стефан Цвейк, нет средства помочь тому, кто сам себя отдал на заклание. Очень важно чутко относиться к себе и своему здоровью, проходить диспансеризацию, даже когда вас ничего не тревожит. Именно в этом случае вы проживёте здоровую и счастливую жизнь.